Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда ОРНК. И сегодня у нас торник, 26 октября. Обсудим с вами ситуацию, конечно же, в валютной паре рубль-доллара. Курс доллару уже дешевле 69,5 рублей. Чего стоит ожидать, как себя подстраховать. Поговорим с вами о рынке черного золота, ну и поговорим, конечно же, о последних новостях с американского и российского фонда ОРНК. Итак, дорогие друзья, устраивайтесь поудобней, а мы начинаем. Дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И ситуация складывается в очередной день подряд позитивно. Мы с вами это видим с самого утра, начиная с Азиатско-Тихоокеанского региона. В основном мы там видим именно зеленые индексы. Ну, Поднебесная она стоит обособлена, ну а в принципе, конечно же, позитив. Все это происходит после того, как азиаты увидели, как отторговалась Америка. Вчера, напомню, да, вчера американский рынок показал очередной день рост. S&P 500 прибавил полпроцента, NASDAQ почти процент. Ну, S&P 500 прибавил во многом, конечно же, благодаря акциям компании Tesla, которые только за один вчерашний день прибавили более 12%. А Tesla мы сейчас отдельно пару слов обязательно скажем. Если мы с вами смотрим на европейский театр действий, то здесь мы видим уже полнейший позитив. Европейские рынки реагируют тоже позитивно, смотря на то, как торгуется главный рынок всего мира. Это Соединенные Штаты Америки. Немцы 1%, британцы полпроцента. Ну, а у нас в оба российских рынка торгуются, можно сказать, разнонаправленные динамики. Индекс РТС прибавляет полпроцента. Индекс московской биржи и вовсе стоит возле нулевых значений. И здесь вина не в том, что наши компании не растут, акции наших компаний не растут, а в том, что наша национальная валюта продолжает резко свое укрепление, а растут у нас сейчас как раз таки компании-экспортеры. Растет именно нефтегазовый сектор, мы с вами это можем видеть по компаниям, таким как Газпром, Лукоил, Роснефть, Новотек, тот же самый Русал, мы, к примеру, можем взять. Но все это, то, что я перечислил, это являются компании-экспортеры и, конечно же, при укреплении нашей с вами национальной валюты они теряют просто-напросто свою же прибыль. Поэтому говорить о том, что Эльвира Сахиб задавно в пятницу сделала правильное решение поднять ставку сразу же на 75 базисных пунктов, но я думаю, что ни у кого сейчас язык не повернется это сказать. Что она думает, о чем она думает, я думаю, сниму отдельный выпуск, но многие стали писать как раз таки гневные комментарии. Владимир, вот мы увидели, что резкое укрепление рубля и вы перестали выпускать свои видеообзоры. Я перестал выпускать свои видеообзоры по другой причине. Я в пятницу как раз таки делал себе вакцину и довольно-таки тяжело перенес эту первую вакцинацию. Через меньше чем уже три недели ждет вторая вакцинация, но надеюсь, что она уже будет проходить более и более успешно. Конечно же, когда мы с вами увидели, что произошло такое резкое укрепление ставки, повышение такое резкое повышение ставки, то у рубля не осталось никакой малейших шансов, как идти, конечно же, и пробивать важнейшие уровни, да, и пробивать уровень и 70. И при такой политике, которую сейчас объявляет Центральный банк России, а Эльвира Сахипзадована сказала следующее, что и на следующем заседании, скорее всего, будут вынуждены тоже начать поднимать ставку. И таким образом, конец года 2021 мы можем встретить со ставкой более чем 8%. Ну и этим как раз-таки и объясняется то, что рынок облигаций, индекс RGBI, как раз-таки тоже сейчас камнем вниз летит, потому что игроки прекрасно понимают, что те облигации, которые, те выпуски облигаций, которые они брали хотя бы еще полгода назад, но они сейчас просто-напросто нерентабельны. Они приносят, да, купонную доходность 5%, когда новые выпуски как минимум будут приносить на 2,5% больше. Конечно же, облигации эти распродаются и игроки просто-напросто сейчас в ожидании новых выпусков облигаций. Но здесь, к слову, стоит заметить, что пока что те же самые игроки, они не торопятся и выходить из нашего российского рубля. То есть они продолжают пока что находиться на нашем фондовом рынке, потому что ситуация в нефтегазовой отрасли продолжает находиться довольно-таки накаленной. Мы с вами видим, что цены на газ более-менее устаканились в районе 1000 долларов, но спускаться обратно вниз они не спешат. И одновременно с этим уровень цен на газ, конечно же, привлекает внимание игроков и на рынок черного золота, потому что многие стали отказываться от голубого топлива и стали смотреть как раз-таки в поле, смотрят на нефть и более дешевле сейчас покупать именно нефть, чем, конечно же, закупаться тем же самым газом. Конечно же, эта ситуация одновременно оказывает влияние на рынок черного золота. И говорить о том, что нефть по 100 долларов, это уже какая-то фантастика, но на данный момент уже, конечно же, не приходится. И говорить о том, что будет, как скоро будет нефть по 100 долларов, ну, скорее всего, при таких вот движениях, и если будет погода не совсем благоприятствовать, то, может быть, даже и к концу 2021, к начале 2022 года мы это сможем увидеть. Конечно же, ключевым моментом будет являться 4 ноября 2021 года, это следующая неделя, когда состоится очередное заседание ОПЕК, когда будет министерская встреча, и что будут решать делегаты ОПЕК? Оставить увеличение добычи на текущих уровнях, то есть по 400 тысяч прибавить, либо же, да, в связи с тем, с той ситуацией, которая сложилась в мире, все-таки пойти на повышение. Но мы уже с вами в конце сентября месяца обговаривали ту ситуацию, что, скорее всего, ОПЕК будет оставаться, ну, верен в той сделке, которая сейчас существует, потому что таким образом они более-менее регулируют рынок, и мы с вами прекрасно понимаем, что к марту, к апрелю месяца 2022 года весь вот этот искусственный дефицит, который сейчас создан, да, вот данным картелем, он будет просто-напросто нивелирован. А те же самые страны ОПЕК, те же самые Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, они сейчас пытаются, да, благодаря вот этим высоким ценам на нефть, компенсировать все те убытки, которые у них были в 2020 году. И здесь как раз-таки выступал вице-премьер Российской Федерации Новак и говорит, что, скорее всего, ОПЕК будет придерживаться именно этой сделки. Но они доверяют Новаку, я думаю, что ни у кого из нас поводов нету, и мы с вами знаем, что обычно то, что говорит наш вице-премьер, обычно так и происходит. Ведь именно благодаря нашему российскому вице-премьеру Новаку, который курирует как раз-таки энергетическую отрасль, сумели договориться и летом этого года, когда Арабские Эмираты вставали на ДБ. Ну и вообще, конечно же, стараниями именно Александра Новака была подписана вообще вот вся эта сделка ОПЕК, когда в 2020 году рынок черного золота жутко лихорадил, и американские сорта нефти, конечно же, уходили в отрицательные значения. И главное, да, многие задают вопрос, Владимир, ну вот такие высокие цены на нефть мы с вами прекрасно вспоминаем, ну, в середину десятых годов, ну, а нулевые мы и вовсе можем вспомнить, да, когда цены на нефть были очень и очень высоки. Те же самые американцы пользовались этой ситуацией, и была развита вот эта сланцевая добыча нефти. Она не требует, на самом деле, особо сильных затрат. Почему сейчас те же самые американцы не могут прийти на выручку и хоть как-то, да, нивелировать вот этот дефицит нефти на рынке? Да, ответ довольно-таки прост. Если бы сейчас у руля Белого дома Соединенных Штатов Америки стоял Дональд Трамп, точно именно вот так это все и происходило. Но, к сожалению или к счастью, кто как смотрит на у кого какие политические взгляды, президентом США сейчас является Джо Байден, и вот они как раз-таки, он со своей администрацией не сторонник, да, нефтяной отрасли это раз, он сторонник именно альтернативных источников энергии, он за зеленую энергетику, но сланцевая добыча, она не самая экологически чистая, и, конечно же, раз власть ведет такую политику, то те же самые банки не особо охотно инвестируют в эту отрасль. Именно поэтому сланцевая добыча Соединенных Штатов Америки сейчас испытывает довольно-таки серьезное напряжение. И говоря про того же самого американского президента, сейчас дополнительный удар по медведям на рынке черного золота нанес именно Джо Байден, потому что с ноября месяца Соединенные Штаты Америки открывают свои границы для людей, которые вакцинировались, и в тех странах, где более 60% уже вакцинировано. Таким образом, что это оказывает? Какое давление оказывает на медведи по рынку нефтя? То, что будет, конечно же, повышенный спрос на авиакеросин, ну а, соответственно, нефти потребуется еще больше. Конечно же, очень интересно будет наблюдать за событиями 4 ноября. К слову сказать, это выходной день в России, фондовый рынок в России работать не будет, и, конечно же, мы будем уходить на очень длинные выходные с немного таким опасением. Но вернемся все-таки к валютной паре рубль-доллар. Все-таки хочется здесь пару слов сказать, может чем-то успокоить, может чем-то огорчить. Дорогие друзья, конечно же, фондовый рынок есть фондовый рынок. Да, мой прогноз не сбылся. Да, я ставил на то, что рубль будет ослабляться именно осенью 2021 года. Но, дорогие друзья, я еще раз повторюсь, что всегда можно хоть как-то компенсировать свои потери, можно даже не просто компенсировать, а еще и выйти в довольно-таки хороший плюс. Те, кто покупал валюту, и если вас не устраивает пересидеть просто-напросто в долларах, сейчас идет сезон отчетности в Соединенных Штатах Америки, и мы с вами видим, что большинство из компаний, которые отчитываются, показывают очень хороший рост. И если вы не клали все яйца в одну корзину, то, да, даже если вы на всю котлету купили те же самых долларов, то вы спокойно можете зайти в любую из компаний. За один день, ну, вчера, к примеру, Тесла показала шикарный рост. Тот же самый Фейсбук, наоборот, хорошо откатился вниз. И здесь вы можете спокойненько поиграть на фондовом рынке с точки зрения спекуляций. Еще раз приведу в пример. 18 августа, последняя покупка акций компании Тесла, по 675 мы брали, она в моменте достигала значения 1050. То есть, сами понимаете, что весь убыток, который принес именно ситуация в валютной паре рубль-доллар, он полностью был компенсирован, просто вот по самая мама не балуйся. Тот же самый Фейсбук, да, заходили по 337, открывали шортовые позиции, спокойненько можно компенсироваться. Ну, и, к слову сказать, с ребятами из закрытого чата только одна неудачная сделка по отчетам. Это компания Снэп. И здесь виной во всем, конечно же, компания Эппл, которая сейчас руководствуется своей безопасностью, она отчасти блокирует социальным сетям доходы по рекламе. Поэтому сегодня можно ожидать довольно-таки негативных решений и по тому же самому Твиттеру. Я думаю, что можно тоже будет заходить по шортить данную компанию, потому что все социальные сети понесли сейчас довольно-таки серьезные убытки именно из-за политики безопасности крупнейшего гиганта компании Эппл, которая, да, вот этот интеллектуальный разум, когда мы в том же самом Инстаграме, Фейсбуке тематическую рекламу получали, то сейчас Эппл просто-напросто это блокирует. Но посмотрим, как разберутся с этой ситуацией. Но в любом случае из любой безвыходной ситуации есть выход. И даже если предположить, да, вот посмотрим, если вы брали тот же самый доллар по 73, ну 73,5 я максимально, да, говорил, где можно брать от этих значений, сейчас мы видим, что с вами доллары, пара рубль-доллар стоит 69,5. То есть в потере вы имеете 4 рубля, ну чуть больше, грубо говоря, ну 5%, да, вы могли потерять, ну 5-6%. Это не такие большие потери, которые очень и очень легко компенсируются. Сейчас необходимо внимательно отслеживать уровень 68 рублей 20 копеек. Это минимум тех, того 2020 года, куда мы приходили. Здесь очень сильная линия поддержки. Сумеем ли мы пробить ее? Говорить однозначно, что нет, нельзя. Говорить однозначно, что да, тоже нельзя. Конечно же, на все будем смотреть, как будет вести себя федеральная резервная система, потому что следующая неделя у нас очень и очень богата на события. 2-3 ноября это состоится, конечно же, заседание федеральной резервной системы, где Джером Пауэлл нам объявит, да, о том, что необходимо резко сворачивать свою программу количественного смягчения, потому что инфляция в Соединенных Штатах Америки, инфляционные ожидания продолжают расти. И если сейчас Джером Пауэлл не сделает этот шаг, то мы получим с вами резкий рост инфляции в Америке уже к концу 2021 года. Но в 2022 году она просто-напросто может выйти из-под контроля. Ну и не забываем, да, что Джером Пауэллу необходимо сейчас делать именно правильные решения, потому что точно так же на прошлой неделе был очень неприятный случай, когда того же самого Джерома Пауэлла обвинили в инсайдерских сделках на фондовом рынке. Поэтому сейчас он не имеет фактически права на ошибку. Но здесь самое главное иметь понимание, какими темпами федеральная резервная система будет сворачивать свою программу количественного смягчения. Если же как раз таки будет, как мы говорили ранее, там по 15 миллиардов в месяц, и к середине 2022 года они прекратят выкуп этих активов, то это один момент. Но если Джером Пауэлл скажет, что инфляция продолжает резко набирать обороты, что цены продолжают резко расти и необходимо более по-быстрому здесь справляться, может быть будет объявлено по 30 миллиардов. Конечно же это в свою очередь укрепит на американскую национальную валюту ко всем остальным валютам мира. Валютную пару рубль-доллар это немножко другая история. Все-таки как-никак мы смотрим с вами и на нефтегаз, ну и то, что творит Эльвира Сахибзадовна, это просто-напросто убийство, еще раз повторюсь, российской экономики. Я думаю, что сделаю отдельный выпуск по... Почему я считаю, что Эльвира Сахибзадовна допустила громаднейшую ошибку в пятницу, поднял ставку на 75 базисных пунктов и анонсировала дальнейшее повышение. Я думаю, сделаю отдельный просто-напросто видеообзор. Сегодня видеообзор я завершаю. Если он вам понравился, поставьте лайк. Если не понравился, тоже такое может быть. Поставьте дизлайк, потому что несколько выпусков мы с вами пропустили. События были довольно-таки интересные. Мы пропустили с вами пятничный выпуск, когда было решение поставки. Мы пропустили с вами вчерашний день, когда было объявлено по Тесле. Почему? Я считаю, что все-таки это именно хайповое движение. И рассчитывать, что компания Херц, которая занимается прокатом автомобилей, все-таки выкупит 100 тысяч авто у компании Тесла, у меня вызывает довольно-таки серьезные опасения. Компания, которая накануне еще считалась банкротом. Ну, здесь двоякое такое мнение. Ну, по крайней мере, цели, которые были поставлены по компании Тесле, они выполнены. А каким образом, почему это было выполнено, это уже вопрос. Десятый. Не забываем подписываться на наши социальные сети. Тикток, ВКонтакте, Инстаграм, Яндекс.Зен. Ну, и, конечно же, открытый Телеграм-канал. Я же с вами на этом сегодня прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.